Команда равнения на центр и в зал дворца вносят флаг России и флаг ВСИН. Здесь собрались лучшие сотрудники ведомства и ветераны. В свой профессиональный праздник работники службы принимали поздравления от первых лиц области. За эти годы система неоднократно реформировалась, но при этом цели и задачи оставались прежними. Главное это исполнение уголовных наказаний в строгом соответствии с установленными требованиями, исправление осужденных, обеспечение их законных интересов и последующая помощь в социальной адаптации. Из рук регионального руководителя ВСИН отличившиеся сотрудники приняли ведомственные награды, а некоторые офицеры удостоились очередных званий и новых погон. Мы поздравляем сотрудников ВСИН России в Абрянской области, исправно несущие службу и честно выполняющие свой долг. Выражаем особую благодарность нашим дорогим ветеранам за бесконечную помощь в работе, по обучению, воспитанию молодых сотрудников. Такие встречи не обходятся без ветеранов. Заслуженные работники службы делятся бесценным опытом и наставляют молодых сотрудников. Я бы хотел, чтобы молодые сотрудники, вообще действующие на сегодня сотрудники, почаще оборачиваясь назад и не с чистого листа начинали, а у нас все-таки серьезный опыт наработанный, как в масштабе Российской Федерации, так и в масштабе нашей области и так далее. И чтобы этот опыт, который мы уже прошли, накопили, он просто обрастал новыми какими-то достижениями. В свою очередь и молодые сотрудники помогают освоиться на новой службе тем, кто только пришел трудиться в ВСИН. Для молодых сотрудников в уголовно-исполнительной системе важно влиться в новый коллектив, стать неотъемлемой и важной частью его, стать хорошим специалистом, на которого могут возложиться. Конечно, без участия более опытных сотрудников это было бы невозможно. Поэтому в уголовно-исполнительной системе хорошо развито приемственность и наставничество. Сейчас в уголовно-исправительной системе проходит этап реформирования. Курс взят на гуманизацию исполнения наказаний, соблюдение прав человека, улучшение условий содержания заключенных. Зачастую применяются наказания, не связанные с лишением свободы. Осужденные получают духовную поддержку. И не случайно на торжественном мероприятии присутствовало духовенство Русской Православной Церкви. Для осужденных и для их родственников и для всего общества очень важна работа священнослужителей, поскольку направлена она именно на то, чтобы после отбывания наказания в общество вернулся духовно оздоровленный человек, у которого будет стремление не к совершению преступления, а к тому, чтобы жить в обществе, уважение к закону и Божьему, и человеческому. С творческими номерами для своих коллег выступили талантливые сотрудники уголовно-исполнительной системы. Мы с далёких петровских времён защищаем российский закон. Справедливость и твёрдость дела сохраняем в горячих сердцах. Артемий Маркелов, Иван Зюрев. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова